Итак, смотри, мы получили задание, здесь вот такая информация, имя, институт, государство, количество публикаций, количество цитат и количество цитат на публикацию. И, собственно говоря, сами данные, вот они, вот такая штука, этого не было, это я уже сам сделал. Задача стоит в следующем, нам надо вот эту вот информацию разбить вот на такие вот части, поэтому предлагаю, ну, значит, я всегда так делаю, лучше всего сделать вот следующим образом, смотри, control C делаем, то есть мы копируем все это в Word, потому что в Word есть, ну, как бы мы можем увидеть невидимые символы, сейчас это я тебе покажу, смотри, так, заходим в Word, вот она, пустая страница, и мы делаем control V, и вот что там в этой одной ячейке находилось, вот такая вот информация, да, видишь. Так, теперь мы смотрим внимательно на эту информацию, еще раз, у нас имя, то есть имя автора, потом, значит, или авторов, потом институт, в котором они работают, дальше через запятую государство, дальше цифры, значит, количество статей, количество цитат и количество цитат на одну публикацию, и, собственно говоря, дальше идет, смотри, вот она в этой информации, дальше идет точка в качестве разделителя, и дальше идет следующая запись, вот такая штука. Ну, имя автора отделено, как правило, от института какой-то хреновой тучей пробелов, пробелов, и, значит, а дальше пробелов уже практически нет, поэтому вот это вот пробелы, они идут в качестве разделителя, в качестве разделителя у нас должна быть запятая, поэтому сейчас мы, прежде всего, сделаем следующее, очень простая вещь, мы поменяем вот эту кучу пробелов на одну запятую, для этого мы, здесь количество пробелов, я думаю, что всегда разное, поэтому я предлагаю сделать следующее, меняем, ну, я обычно делаю так, три пробела, раз, два, три, на два пробела, то есть мы количество пробелов уменьшаем на один, вот, вот, и просто заменять, заменить все. Сделано замен 1752, окей, и еще раз нажимаем заменить все, число выполненных замен 876, еще раз заменить все, 876, еще раз, теперь 438, заметь уменьшается в два раза, да, 438 еще раз, мы до нуля делаем, мы до нуля делаем, все, 0, то есть у нас теперь два пробела, это отделяют имя, ну, мы просто сократили размер этого файла, вот и все. Теперь мы берем три пробела, меняем на запятую, вернее, два пробела на запятую, два пробела меняем на запятую, заменить все, готово, 438. Вот такая штука получилась, теперь мы возвращаемся вверх, вот у нас информация немножечко стала поплотнее, но, значит, зато имя, потом запятая, институт, потом, значит, да, у нас все поля должны отделяться чем? Запятой. Вот, и дальше следующая запись должна начинаться со следующей строки. Теперь смотри, что у нас в конце строки стоит, либо 50 с точкой, либо 00 с точкой, поэтому мы берем и делаем следующее. Следующее. Меняем 00 с точкой на следующее. Смотри внимательно сейчас. Мы делаем здесь больше, больше, и получается дополнительная информация. Мы меняем 00 с точкой на 00, и вместо точки мы ставим следующее. Специальный символ, знак абзаца. Вот он. Специальный символ. И меняем. Смотри, что сейчас произойдет. Опа. Выполнив замен 258. Видишь, да? Да? Круто, да? Но не все так круто, как хотелось бы, потому что вот здесь... Не везде 00 с точкой, да? Не везде 00, здесь 50 с точкой стоит. Ага. Вот. Есть еще 00, запятая. А вот есть 0... Подожди, значит, где у нас тут? Вот 50 с точкой. Ну вот, может быть, вот здесь 50 с точкой, понимаешь? И тогда у нас все будет плохо. Поэтому мы давай поменяем всюду. Здесь точка, 50, точка. Видишь, да? Давай поменяем, значит, следующим образом. Точка, 50, точка. Меняем на точка, 50 и знак абзаца. Так? Давай найти далее. Опа. Меняем? Меняем. Заменить. Здесь тоже она корректно нашла, правильно? Меняем? Меняем. Меняем. Так, где у нас дальше? Вот она. Меняем. Все хорошо. Тоже все хорошо. Тоже все хорошо. Тоже все хорошо. Тоже все хорошо. Да, всюду будет хорошо. Заменить все. 46 замен. Сделали. Но осталась у нас вот еще какая-то штука. Смотри, 42 с точкой. Угу. Например, здесь, да? Либо. Так, ну-ка, найти далее. Все, нет ни одного совпадения. Все, эти мы все сделали. Да. Не найдено. Все, мы все сделали с этим. Теперь мы переходим. Теперь смотрим еще, какие у нас ошибки есть. Вот она ошибка. 0,0 с запятой. Значит, мы меняем точка 0,0. Точка 0,0 запятая. Мы меняем на точка 0,0 и знак пробела. Найти далее. Ну-ка, опа. Мы не нашли. Нет, вот, нашли. Меняем, меняем. Еще раз меняем. Еще раз меняем. Еще раз меняем. Видишь, сколько вместо точек они запятые понаставили. Угу. Ничего страшного. Мы с этим справляемся, да? Находим такие штучки. Так, что там у тебя случилось? Ничего, мне просто надо макароны приготовить. Хорошо, готовь. Вот смотри, вот мы меняем 2,0 запятая, мы всюду меняем. Заменили все. Нажимаю просто и все. Еще три замены. Все. У нас все уже стало круче намного. Но есть еще какие-то нюансы. Есть еще какие-то нюансы? Давай смотреть на какие нюансы. Там, где нет третьего числа. А? Там, где нет третьего числа в некоторых местах. С этим ничего не сделай. А вот, смотри, вот она, 33 точка. Ну и так далее. Смотри, какая штука. Теперь мы будем вручную менять. Сейчас смотри внимательно. Можешь смотреть внимательно? Или там тебе на корону смотришь? Не-не, сейчас я смотрю. Смотри, сейчас смотри, вот вообще вот офигительный, прямо вот лайфхак. Смотри, какая штука. Это вот я вчера, я этого не знал еще. Я, так сказать, как бы вчера это просек. Сегодня изучил вот эту статью, которую я тебе дал. Смотри, какая офигительная штука. Мы берем, смотрим. Теперь у нас остаются такие вот всякие неприятные штуки, когда стоят две точка, потом две цифры и потом точка. Видишь, да? Точка, две цифры, точка. Вот эту точку надо поменять. Будем менять вручную. Смотри, как я делаю. Найти, теперь, значит, подстановочные знаки. Дальше специальный. Знак в диапазоне. Так, вот сначала точку поставим здесь. Точка. Потом знак в диапазоне. Две цифры, да? Так, значит, мы ставим в диапазоне от нуля до девяти. Это что? Я говорю, что это будут цифры. От нуля до девяти цифры ведь, правильно? А! Сколько этих цифр будет? Две. Поэтому, значит, беру, нажимаю специальный. И вот здесь вот такая штучка уже в фигурных скобках, где она стоит. Вот она, число вхождений. Две подряд цифры, да? Две. Видишь, да? Точка. Две подряд цифры. А дальше точка у нас должна стоять, да? Точка. Вот. Точка, две подряд цифры, точка. И уже ни на что не надо менять. Просто на... Сейчас, пап, можно секундочку? Нет, макароны закинь. Давай. Мы ищем точка. Дальше две цифры. То есть вот от нуля до девяти символ в диапазоне. Это значит цифра. Количество цифр две. Видишь, да? Ни на что не меняем, ни на что не меняем, просто находим. Мы завершили поиск, значит, продолжить с оставшейся части. Да? Продолжаем. Вот она. Видишь, да? Да. Нашла две цифры. Вместо вот этой точки вручную, вот так вот, раз, вручную. Убираем точку, ставим Enter. И найти далее нажимаем. Таких точек будет уже немного, вот она. Просто вручную. Раз, Enter. Теперь, ну, согласись, в Excel это сложнее делать, чем здесь. Ну да. Так, теперь здесь то же самое. Переходим сюда. Раз, Enter. Их будет немного таких штучек, как ты помнишь. Ну, 33 точка, да? Мы же не будем каждую сказать отдельно. Мы, значит, по одной их будем менять. Вот так. Найти далее. 75. Есть. Видишь, как круто, да? Вот это вот вообще, вот я только вчера узнал, это прямо вообще урода. Ну, главная задача была, понимаешь? У меня была такая задача, и я нашел ее решение. При помощи Яндекса, кстати. Вот. Так. Теперь найти далее. Здесь нельзя поменять вот это вот. Я нашел две цифры, вот это вот. То есть те же цифры оставить, а точку поменять. Там уже нужен макрос, а макрос я, так как бы, не знаю, как делать в Варде. Ну, без макросов будем делать, без макросов. Ну, вот еще сразу видно, вот она, да? Так, найти далее. Вот она. Ой, папа, там еще было вот чуть-чуть сверху, там, где римская цифра и точка. Мы найдем, найдем это. Хорошо. А, римская цифра и точка? А еще вот 5.38, там запятая. Тоже было. Где? Ну, ты пролистал, чуть выше было. Выше? Не, стой, 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 не так. Не, не, стой, 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 подожди, чуть-чуть ниже. Я не вижу пока. Ну, я где-то заметила. Вот она здесь где-то, вот она. Вот, да, да, да. 5.38, запятая идет имя. А может быть, надо вот это вот, вот сейчас я вот сюда вот поставлю, и, значит, надо не точку, а здесь просто любой символ, не так важно, да? Главное, что точка, две цифры, правильно? Вот она, точка, две цифры. А, нет. Сейчас, секунду. Да, я тут. Так, все-таки не пойдет так, значит, точка, две цифры, точка все-таки. А потом будем точка, две цифры, запятая искать. Вот оно. Меняем. Просто в Excel это сложнее, поэтому здесь, по максимуму надо сделать здесь. Да, в общем, всю работу надо сделать здесь. В Excel это просто по столбикам разделите все. Что это было? Так, найти далее. Вот оно. Ну, согласись, что в Ворде это проще делается? Ну да. Я когда Ворд изучил, прямо вообще. Так, найти далее. Ой, что это я сделал? Так, вот так. Ой, стой, стой, стой. Вот на этой строчке, раз, два, три, четыре, четвертая от этой строчки, там тоже 17.80, запятая, и имя идет. А это запятая, а то мы дальше будем искать. А, ну хорошо. Там еще было минус. Угу, да, да. Угу, да, да. Угу, да, да, цифры. Тоже было. Найти далее. Вот она вот, видишь, вот. Угу. Ну мы будем дальше идти прямо вот по плану и все. Так. Дальше идем далее. Вот она. Идем далее, вот она. Много их. Ну, вчера было сложнее, потому что вчера мы там меняли. Вручную перетаскивали, а здесь только эту самую. Пару раз на клавишу нажать. Так, что у нас здесь? Да. Так. Да, все правильно. А, вот здесь вот две строчки, ну это потом будем менять. Видишь, их не так уж и мало, оказывается. С пробелами. Так. Найти далее. Блин, и эти тоже никогда не кончатся. Кончатся, ты уже... Ну, здесь вот было ближе к концу. Я помню, там целый абзац был такой, бардачный. Угу. Не, ну это такая приятная работа на самом деле, можно быстро ее тыкать. Ну да, то есть тырк-тырк и все. Главное, вот эти вот настроить вот эти поиски и все. Угу. А дальше тыркаешь. И тыркаешь. Тыркаешь и тыркаешь. Вот. Жозефа с Бонифакцией. Да, 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 Джозефа, да. Бонифакцией. То есть, судя по всему, он вот это вот взял из других источников, поэтому, значит, опять пошли это самое. Я заметила, что они идут в алфавитном порядке. А-а-а. Хе-хе-хе. Ну вот и потом, когда я уже структурировала, я смотрю, блин, они же в алфавитном порядке идут. Как круто. И сразу видно, где цифра в начале стоит. Там, понимаешь, тыс вообще-то, когда вот в тексте прямо видно это. Так. Мне просто уже хочется, чтобы это сделать. Чтобы дальше пойти. Ну да. Ну дальше будет то же самое, только с запятой. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я езжу помидоры и поматы. Может быть он в виде пасты? Ну да, в виде пасты, но все-таки. Ну согласись, для нас это что-то странное, да? Да нет, в принципе, нормально. Нет, я не боялся, ты вообще все что-то гуртом брыжней. Для тебя нет продуктов, которые ты не любишь. Нет, и у меня я гурман, что ты. Так. Гурман. Так. И этот, как его называется, который любит, что там? Чего? Федомист, во. Все в свое удовольствие, да? Ага. Это про меня. Так, вот, нашел. Видишь, как он ищет? Он вообще прямо, ну, вот здесь вручную приходится, потому что, блин, я пока не нашел. Так вот, все то же самое оставить, только точку поменять. Не нашел я этого. Поэтому, ну, что делать? Так, найти далее. Так, ну, блин, еще мы до конца не дошли. Ну, уже совсем близко к концу. Ну, близко, да. Так. Так, я посмотрел там в чате то, что общаются, но, видишь, они хотят через Excel все это сделать. Вот. Слушай, вот это вот давай сразу изменим, потому что, ну, это очевидно и трудно будет определить. Вот. Так. Вот она. Ну, кстати, подчеркивай синеньким то, что неправильно. Видишь? Кстати, да. Можно всю эту грамматику посмотреть. Да, кстати, можно потом проверить. А ты как мне эту грамматику смотреть? Ну, не грамматику, а эту, ну, синенькую. А есть там это самое, там прям правило есть. Посмотреть, исправить эту орфографию и все. Значит, там есть такое, есть. Я видел. Вот она вот с минусиком нам будет надо искать потом. Так, ну, мы уже вот сейчас вот к концу подбираемся. Нет, я потом сама постоять буду. Ничего, потому что. Да, я просто правило делаю. Ну, ты поняла, самое главное, вот, точка потом с нуля до девяти, это я говорю, что это цифра, и после этого будет точка, да, видишь, да? О, результатов не найдено. Ура! Так, найти далее. Не найдено. Все, теперь запятую ставим здесь. И по новой. И по новой. Вот она. Смотри, как красиво становится, прям вот самому приятно. Смотри, форт приобретает структуру. Ничего, чтобы вот сначала, потом покажет она, ну, как шмар будет. Сейчас тут крикенько заставляешь. Смотри, вот прямо красиво-красиво становится. Ага. Так, найти далее. Вот она. Блин, ну, такой бардак он дал. Этот немец. Да. Он его специально сделал такой, или как бы это так получилось? Или он хочет, чтобы мы сами разбили все это? Я думаю, он хочет, чтобы мы сами это все сделали. Он тот еще немец. Да. Да. Он не хочет. Любит усложнять жизнь. Очень строгий. Ну, в плане заданий. Слушай, ну, вот... Такой, приколит такой веселенький, но требует очень много. Ты сейчас выполнишь, сейчас сколько кредитов будет, что ты это самое, все 35 миллионов окупишь, да? Нет, 36 миллионов это по менеджерской коммуникации. Кстати, нам сегодня прислали сообщение, что это реально сбой в этой игре. Ну да. И что нам перенесли запуск. То есть, вот то, что у нас сейчас есть, это сотрется, и мы заново начнем игру с 12-го. А, ну, до того, то есть... Там реально какой-то сбой у всех. Не стали вас банкротить всех? Да. Ну, типа, если мы банкротимся, то мы не сдадим этот предмет, и нам придется его пересдавать в следующем семестре. Причем всем. Причем не по вашей вине, а по их вине, на самом деле. Так, все, я меняю то же самое с запятой, на самом деле. Блин, так приятно, когда вот текст приобретает вот такую структуру из такого бардака. Это вообще... Минус. Так. Заменить. 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 Дальше только просто на кнопочку. То есть, я смотрю, все хорошо. Здесь... Там еще есть черточка и запятая. Сейчас поменяем. Нет, черточка и запятая, это уже страшнее немножечко. Там же может быть оно и в тексте. Хотя, посмотрим сейчас. То есть, здесь мы просто контролируем. Просто я нажимаю на эту самую и все. Я вижу, что да, все нормально, все корректно. И, значит, здесь надо это сделать. И здесь надо это сделать. И здесь надо это сделать. И здесь. И здесь. Ну, главное, чтобы ты смогла все это повторить. Вот это вот, это самое диапазон, там это вообще крутая штука. Мне сам так понравилось. Главное, чтобы ты смогла повторить. Я тебе скину, конечно, видео. Вот, ну ты должна сделать это сама. Все, поиск документа завершен. Теперь, ну, давай запятую посмотрим. Давай. Запятая. Найти далее. Есть такое дело, да. Изговорила. Заменить. Заменить. Все. Теперь давай посмотрим просто обзорно на всю вот эту вот структуру материала. Все ли у нас правильно. Смотри, как красиво. Все прямо по алфавиту идет, все хорошо. Ну, есть длинные строчки, они не вмещаются в одну, но здесь нету Enter, так что нормально, нет, на кобзаться. Вот оно. Вот здесь вот бардах. Видите? Да. Поэтому здесь мы просто вот это вот меняем на запятую и все. А что это вообще такое? Очень много цифр. Почему? 2, 208, 104, 00 и 450. Их много. Ну вообще должно быть 104, 00. Это откуда-то лишнее. Ээээ, постой, может это не лишнее? Ты просто давил. Нет, лишнее. Ну здесь 4 цифры, а должно быть 3. Расслабься. Ага, расслабься. Минус будет счастлив. Не знаю. Ну, есть, конечно, еще одна проблема у нас, но как ее решить, я не знаю. Две проблемы, забегая вперед. Я же помню, что там было дальше. Вот. Проблемы следующие. Есть такие места, где нет института, есть такие места, где нет страны, и есть такие места, где две страны. То есть лохор... Это мы уже в Excel достаточно быстро двигали. А? Это мы уже в Excel достаточно быстро двигали. Ну что, перегоняем в Excel и смотрим на результат, да? Давай. А вот еще, смотри, какая штука. Вот сейчас тоже очень важная штука, я тебе хочу акцентировать на этом. Смотри, мы сохраняем текст, сейчас файл, сохранить как документы, и мы сохраняем как... В формате текста. Обычный текст. А? Дополнительные параметры должны быть? А, да, мы же там кириллицу поставили. Да, да, да. А должен быть чешский. Но это потом, это ты сейчас будешь сохранять? И при импорте в... Да, 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 там. Здесь сохраняю как текст, и все. Так. Обычный текст. Сохранить. А, видите, имя файла, вот оно. Так. Так. Тран-зи-ши-он. Да, транзишн. Все, сохраняем. Запомнил название, да? Транзишн текст. Опа. Вот, он спрашивает. В каком виде? У нас стоит кириллица по умолчанию, а мы поменяем ее не на кириллицу. На что? А мы ее поменяем. Вот он, текст. Невозможно правильной кодировки, выбранной кодировки. Поэтому мы будем другую кодировку, а мы будем... Иврит. Вьетнамская. Нет. Думаешь, прям чешская? Чешская я не нашел. А как же нам тогда? Вот, Unicode. UTF-8. Опа. Так, смотрим, есть красный? Красный. Она бы писала. Нет, она пишет. Да, вот все, а да. Вот в UTF-е. UTF-8. Сохраняем. В принципе, не страшно, у нас и то, и другое сохранилось. Теперь переходим в Excel. И... Значит, ну ты помнишь, да, данные. Получить данные. Из файла. Из текстового CSV файла. В принципе, у нас CSV файла получился. Ну, вот как бы... Это я забегаю вперед, я просто знаю, что такое. Вот. Подождите тут. Короче говоря, она все равно на отдельном листе все это делает. Во как. Вот у нас... Алло. Алло, да. Вот. Вот у нас, значит, бардак есть, но его немного. Ну, там, где как раз нет страны и так далее. Преобразовать данные. Вот он сейчас создает лист отдельный. И мы на этом листе уже можем их менять. Менять. Вот они. Ни хрена мы здесь не можем менять. Значит, просто можем посмотреть. Так это, Па, ты просто закрой это окно. Да нет, я просто хочу посмотреть, сколько у нас ошибок. Вот раз. Значит, здесь минус. Хорошо, 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 хорошо. Здесь плохо. Но здесь сразу пачкой плохо. Так. Вот здесь плохо. А, здесь 1243, я вспомнил, да. Это где? А вот здесь вообще непонятно что. Слушай, здесь после римских цифр, видишь? После римских цифр точка. Да. Ну и Лахор, Пакистан. Что ты хочешь сказать? После римской цифры надо было ставить абзац? Да. Или что? Да. Вот я же и говорил, что с римскими цифрами. Так, значит, берем вот это вот, уничтожаем окошечко. Нам же не проблема отказаться. И все, и переходим назад в Word. Теперь мы ищем. Заменить. Римская цифра и. Точка. На. Римская и. Enter. Найти далее. Вот она. И постой, постой, здесь не надо. Здесь не надо. Найти далее. И здесь не надо. И здесь не надо. Как-то их много. И здесь не надо. Посмотри где. Здесь не надо. Б. Б. Как же найти то единственное вхождение-то? Где была эта? Римская? Блин. Все, терпение кончилось. Ставлю крест. Вот такой крест. Я же помню, что там было 11. Вот. Нет. Найти далее. Так. А где это было? Там было не 11. Там было 4 по. 4? И и вы. И и вы? Да. Точно? Точно. Давай попробуем. Нет. Странно. Там было вы и и. Будешь? Ну где-то же это было? Угу. А если мы в кселе там стальную ячейку поставили? А вот она вот. Угу. Да. Это вообще невозможно найти. Для цифры и точка. Нет. Две цифры, ты видишь? Ну вот так же, как ты показал. Две цифры. Запятая и вот так. У тебя просто стояла точка и две цифры. А видишь, надо еще две цифры и точка. Да? Наверное, да. Ну там было... Давай лохор поменяем. Хорошо. М? Хорошо. Где лохор? Какой лохор? Ну, я помню, что лохор был. Ла-хор. А? Л-ла-хоре. Разве? По-моему, да. Лохоре, точно. Ты права. Вот. Здесь запятую надо убрать. Почему? Потому что страна лохор Пакистан. Или запятая пробел лохор. Вот. Почему пробел? С чего вы? Ну, потому что лохор у нас идет как страна, а Пакистан, короче, говорит, лишняя запятая. Ну, я просто помню. Пробел лохор на то же самое, только без запятой. Вот. То есть, ты убираешь запятую перед лохором или... Перед лохором я убираю запятую, да. То есть, лохор я присоединяю к институту. А Пакистан остается. Смотри, что сейчас будет. Вот она. Пакистан остается, как страна. Здесь то же самое. Все. Теперь нам бы еще интересно поменять вот такие цифры. Вот она. Дуня Булайжич и, значит, дальше три цифры сакраментальные. А здесь пропущено что? Пропущен институт и пропущена страна. Ты видишь? Вот в той статье написано, что такое тоже можно найти. И если такое найти, то здесь надо две запятые ставить, и все. Тогда все корректно будет. То есть, пустая будет ячейка с институтом, пустая со страной. Понимаешь? То есть, надо искать просто короткие строчки? Ну, да, по идее, надо короткие строчки искать. Вот я поэтому и говорю. Вот, здесь видишь? Феликс Пемьяуба, Тикналия, Спейн. Да, вот все нормально здесь. А вот здесь в Мексико... А, нет, здесь все нормально. Это не короткая строчка, это наоборот длинная. Кстати, мы знаешь, что можем сделать сейчас? Уменьшить текст, чтобы он весь, если длинный, то он влезет на одну строчку. Смотри, как это сделать. Ctrl-A. И размер шрифта мы делаем в восьмерочкой. Вот так. Теперь самые длинные строчки мы видим. И самые короткие, да? Вот, Кайро... Университет и Египт. Видишь, да? Университет есть, авторов нет. Вместо авторов ставим вот здесь вот запятую. Понимаешь? Авторы будут пустые. Дуня Булящич, это мы уже исправили. Булай. А? Булай, Кань Булящич. Булай, Буладжич. Это вообще хорватское имя. Буладжич. Не знаю, Дуня Булай. Ну, с вами и с чехами трудно спорить. Ханни Лор Келлер Рудек. Ничего нету. А должно быть. Институт. Университет и страна. И страна. Здесь Хири Сантьяна. Университет и страна. Вот она, Джон Левели. Университет и страна. То же самое. Университет и страна. Крутяк. Наджид Санхипур. Ну, сам Бог послал. Так. Здесь что у нас? Вильям Кристина Треевизан. Вот так. Так, здесь все хорошо. А вот здесь плохо. Запятаем. Две запятые. Ну, все. Короткий строк. Вот она еще. И вот она. Ну, это самый верх. Тут вообще бардак сверху, конечно. Все. Сохраняем снова. Нам же не проблема, да? Уникод UTF8 уже сама выбирает. Помогает выбрать. Все. Переходим в Excel. Данные. Получить данные из... Мы уже знаем как, да? Из текстового файла. Transition.txt. Импорт. О, уже как. Шикарно. Преобразовать данные. И... Та-да-да-дам. Вообще. Ну, только 1243. А, и вот в этом сейчас, да. 14... Вот 11, я же помню, да. Почему мы ее не могли найти, я не знаю. А, потому что сегодня картер. Вот она здесь пряталась. Здесь две запятые нужно. В 61-й строчке. И еще в этой вот, эй. Которая выше? Да, там во втором столбе у тебя есть единичка. В названии университета. А, здесь что? 1582 тоже. А как вот это быстро убрать? Прямо в Excel? Прямо в Excel? Здесь написать 1582, а это сюда перенести. Понятно. Здесь 2235 аналогично. Угу. Ну, это можно просто как бы... Давай в Варде это сделаем. Опа. Лаборатория про СД. А здесь запятую они поставили. Видишь, в результате все сдвинулось. Ну, здесь уже ничего не сделаешь. Как бы из-за этого правила делать не стоит, да? Ну что? Будем менять? Я предлагаю поменять, смотри-ка. А-а-а. Да ничего не надо, это просто здесь уже можно, да? Здесь проще уже сделать. Все тогда. Закрываем. Сохранить. Бамс, создает один лист, и все. Все. Здесь все шикарно. Слушай, как вообще супер, да? Здесь мы пишем 1243. А это вот сюда. Почему поменялось? Не знаю. А здесь что за бардак? А, здесь надо посмотреть, что там. Симон Картер. А, вот она. Во как. И что это еще значит? Да ничего не значит, это значит две короткие подряд. Контрол икс. Контрол икс. Контрол икс. Вот. И вот эти вот две. Сдвигаем. Аж вот сюда. Вот так. Да? Ну красиво же, красиво. Вот только вот это не красиво почему-то. Почему не знаю. Вот так. Здесь мы пропустили. Две запятые надо было ставить. Сатору Мура. Или Мура. Не Мура. А? Не Мура. Так, здесь вообще Аргентина. А-а-а. Какое интересное имя. Ну ладно. Не хотел бы я такое иметь. Видишь? Да. Ну как бы бывает. Мирея, бурдель. А-а-а. Ладно, нехорошо смеяться. Так. Тоже? Ис-то восемьдесят девятый. Да, да, да. Здесь нет страны. Не туда я вставил. Дальше еще, да? А-а-а. Еще дальше поехали. А что, что восемьдесят девятый? Все, мы исправили. Теперь дальше едем, да? Там выше еще было. Нет. Да, вот там где сейчас, скажем, сто шестьдесят первого. Вот это? Да. И на этот ставить на личном лабораторе. Да. И на этот... М. Беденый. Вот так. Вообще все красиво? Угу. 1582, правильно? И вот это вот так. Так. Здесь-то у нас то же самое. 2235. Вот еще такая же, да? 634. Ну, видишь, вчера мы намного хуже все это делали. Так, Spain, United Kingdoms, так, University. Все-таки... О, как. О, как. Здесь вот оно. Видишь? Они бардак сделали. Здесь вместо точка стоит, как разделитель, понимаешь? А вот 344-й что такое? Трейсиди Чаплин, точка Викторс Бураков. Что такое? Что? 344-й или трейсиди Чаплин, точка Викторс Бураков. Сейчас, секундочку. Давай мы с этим разберемся сейчас. Вот с этим вот так вот мы разберемся. Вот так. Ой. Все их вот сюда переносим. И теперь мы делаем... Здесь универсия в Клинице есть. А вот это вот так вот. Только так. Ctrl-X. Ctrl-V. Вот так. Потому что это имя. Ctrl-X. Ctrl-V. Ну и точку убиваем. Так. И здесь то же самое. Ctrl-X. Ctrl-V. И точку убиваем. Так. Что у нас тут еще? Вот они цифры. Что говоришь 344-я? Трейсиди Чаплин, точка Викторс Бураков. Два разных семей. И что? Таких полно. Вот она тоже. Два разных семей. И что это? Два автора. Таких полно. Вот они. Зенер Сукра Ли и Тьян Жуо Жао. Их не надо разделять. Не надо. Это авторы. А это институт. Угу. Не знаю. Вот. Лаборатория про СД. Матерье. Это на Жи Соляр. Вот это вот. Вот это вот мы берем сюда. Ctrl-X. И переносим это вот сюда. Ctrl-V. Вот так. А это сюда переносим. Я помню, что с французами тоже была проблема. Так. Роберт Херрес. Это сюда. Слушай, ну совсем мало ошибок тут как бы. В остальном все шикарно. А, вот она. Пилани и Индия и Канада еще есть. Еще два сверху. Четырехсотый и четырехсот третий. Ну да. Еще. А, ну. Четырехсотый. Четырехсот третий. Слушай, какая красота, да? Ctrl-X. Прямо вообще. Мне самому нравится. Сколько данных таких я поменял прямо вот в свое время. Ну, это вот не проходит даром, нарабатывается. Да? Навыки. Наверное. Все. Нет, не все. Нет, еще раз подмотай. Вот это. А, четырехсот третий. Ну, вроде все. М? Вроде все. А, нет, не все. Не все. Да мы можем вот так вот сделать. Так. Да вот так. Ну, это все. Все они видны сразу. Это какие же ты делал? Ну, я выделила, где вот эти пустые. А должна быть целой. Не понял. А вот видишь, они не должны быть целыми. Смотри. Видишь? Они все заняты. Видишь? Да. Смотри, что я сейчас сделаю. О, тут уже прям их много. Тридцать, тридцать, шестой, тридцать пятый. О, тридцать седьмой, тридцать с шестой. Ну да. Смотри, что я сейчас сделаю. Вставляю сюда столбец. Данные. Так, не данные. А где данные? А где исходник-то? А, вот он. Ctrl-C. А то я на вашем карамбарском языке не понимаю. Поэтому вот сюда вот, Ctrl-V. И транспонировать. Вот они. Вот, видишь? Учет цитации. Ну, ладно. Сбился. Опять у меня не выделяет текст. А, вот. И сейчас не выделяет. Короче, перестал выделять. Ctrl-Z тогда сделаем. Опять не выделяет. Ctrl-Z. А сейчас? И сейчас не выделяет. Все. Я сейчас сбился. Что-то нажал. Короче, вот он. Здесь должно быть не пусто. А оно пусто. Ты видишь это? Угу. Поэтому просто вот так вот берешь вот. Блин. По крайней мере, стал переносить. Так. Так. Почему она не переносит? Я не знаю. Хотя, скорее всего, где-то что-то нажато. Нажато. Поэтому она не хочет. Ну, это уже дальше, в общем, мелочи. Это уже в акции. Ну, а вот так вот интересно. Сейчас она перенесет. Не, не переносит. Короче, 35-я, 36-я, 38-я. 206, 209, 211. Ну, блин. Ну, ладно. Где у нас 35-я? Вот она. Не понял. Все здесь хорошо. А, вот она, 36-я. Да, здесь переносит. То есть, она в том режиме не переносится, для чего-то. А здесь что-нибудь так? А здесь почему так? Потому что там слиплось имя и университет. Посмотри на имя. Ну, здесь будет стоять United States. А здесь что? А здесь 186. А, здесь 186? Да? Да. Точно? Ну, точно. Как раз три цифры получат. А? 186 и 132 и 186. Ну, а 186 разделить на 14 не будет 132 и 186. Ну, типа. Что-то уходит. 186 разделить на 14 не будет 13 и 286. О, как. Он неправильно посчитался. Вот так. Да? А здесь будет 186, да? Да. А это убиваем, правильно? А 9 имя от университета, да? А 9 имя от университета, да? Вот так. Ну, здесь бардак. И снова имя с университетом. А? И снова имя с университетом. А? И в 3-4-4-4-5. Нет, здесь есть правила, а здесь нет. Здесь как бы... В 3-4-ом говорю, алло. Да, да, да. Я помню, и в 3-4-ом тоже, ты видишь? Джамм и Кашмир. Да. И здесь. А здесь? А здесь все хорошо. И дальше в 200 каком-то было, насколько я помню. Угу. Угу. А здесь вообще все. Так, пробел-пробел. Ну, конечно, вот с римскими цифрами полный бардак, их бы тоже поменять. Ну, как бы, если условие стоит не менять информацию, то и не надо, да? Ну да, а зачем ее менять? У нас такого задания не было, задания было. Рассортировать данные, что? Рассортировать горох. Я не помню, чуть-чуть делать. А вот. Так. Вот еще что-то Индонезия. Хочется уже куда-нибудь туда слетать. Блин, у нас так красиво сейчас в лесу. Все. Вообще все. Ну, пустых нет. Ну, это самое последнее. 439-я, как бы, она так и положена. Пустая. Она и была пустая. Все. 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 Я так. Все. 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 Все.